Приветствую вас и, конечно, самым лучшим, самым оптимальным вариантом будет сказать мужчине прямо. Я придерживаюсь такого мнения, что мужчина далеко не всегда способен понять женщину, далеко не всегда способен понять, чего женщина хочет. Мужчина, к сожалению, далеко не всегда способен понять, что женщине нужно. Это, конечно, очень печально, но, тем не менее, это так. И иногда приходится говорить женщине откровенно, просто говорить, чего она хочет, откровенно говорить, что ей нужно и так далее. Просто потому, что другого способа нет. Мужчина не понимает. Ну вот, ну не понимает он. Уже какие только намеки не делает, все равно не понимает. Это мужчина, это существо логики, и будучи существом логики, ему лучше все-таки говорить, как есть. Чем понятнее скажете, тем лучше. Конечно, если вы не хотите доказаться аморальным человеком, то можно просто часто заговаривать о сексе, например. то есть просто понимать эту тему периодически. Можно, как и сказал мой коллега, приставать к мужчине. Да? Ну это я так. С иронией немножко. Можно обнимать мужчину, поглаживать его. Вот. И так далее. В принципе, я думаю, что большего и не нужно. Мужчина, которому поглаживать женщина, которая ему нравится, в принципе, поймет все. Если не, значит, ну, если не мозгом, не разумом, то с чувствами точно все поймет. И вам в этой ситуации нужно просто-напросто распознать его робкую попытку, если это действительно робкий мужчина. Распознать его робкую попытку вам ответить взаимностью на ваши действия. И, значит, тогда все будет в порядке. Как ответить? Ну, это, соответственно, на поцелуй, да? То есть, например, вы целуете мужчину, да? Он вам отвечает. Вы еще интенсивно его целуете. Если вы его гладите, он вам ответит, вы еще более интенсивно его гладите. То есть, вот такое поведение. То есть, все зависит от ваших собственных установок, понимаете? То есть, если вы человек, который может легко достаточно сказать какие-то вещи вроде того же секса, вроде тех же тем пикантных, то проблем никаких с этим не будет. Абсолютно. Потому что, ну, потому что мужчина сразу все поймет. Если вы человек более высоких моральных взглядов, то, соответственно, здесь посложнее. Здесь вам нужно уже как-то ухитриться, донести мужчине именно то, чего вы хотите. И здесь уже многое зависит от мужчины. Какой он, то есть, какой он, какие у него черты, характер, например. Как он себя проявляет, что ему нравится и так далее. Ну, вообще, 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 если вы хотите быть классической женщиной и хотите себе классического мужчину, а классический мужчина, это тот, который сам добивается свою женщину и сам, как бы, за ней ухаживает и сам проявляет инициативу во всем, то вам ничего делать, просто будьте с мужчиной, проявляйте к нему интерес. И, в общем-то, это единственное, что у вас требуется. Рано или поздно мужчина проявит себя. Рано или поздно мужчина обязательно сделает первый шаг к вам. Рано или поздно мужчина начнет все-таки за вами ухаживать более активно и рано или поздно вы подтвердите, что он хочет больше. Но все-таки подобная инициатива, которую вы хотите проявить, она неплохая, в ней нет ничего именно плохого в инициативе. Но следует просто предупредить о том, что если вы будете проявлять эту самую инициативу, то есть риск, что мужчина привыкнет к этому, привыкнет к тому, что вы проявляете инициативу и не будете сам ее проявлять. Если вам этого не хочется, то лучше все-таки немножко потерпеть, лучше все-таки немножко подождать, лучше все-таки не форсировать события, чтобы мужчина сам, условно говоря, созрел напрочь, чтобы проявить к вам интимный интерес. То есть, на мой взгляд, действует так. Ну, опять же, опять же, то, что я говорю, это, значит, упирается все в то, какой он, какой мужчина, какие у него черты характера. В это все упирается, по большому счету. Ага, потому что, и какая вы. То есть, ну, это ведь не просто подобрать, а, знаете, перечислить вам количество возможных способов и все. Я не думаю, что это будет правильно. Можно подобрать такой способ, который был бы идеальным именно для вас. И этот способ прямо вытекает из того, какой у вас характер. То есть, один и тот же способ, одна и та же форма проявления желания, значит, может быть реализована по-разному, одним, ну, как бы, разными людьми. И вот именно этот момент, его тоже нельзя упускать. Потому что есть разные мужчины, которым хочется разных форм проявления вашей заинтересованности. Есть мужчины, например, допустим, более грязные, да, скажем так. Есть мужчины наоборот, более ханжевские и так далее. То есть, разные есть мужчины. И на это нужно обращать внимание. Это нужно учитывать. Это необходимо учитывать. Если мы говорим именно о том, как признаться мужчине в том, что вы родите с ним сексом. И как его при этом не разочаровать. Что, да, что главное. Потому что секс, это, признаться можно. А вот если мужчины разочаруются в вас, или подчувствуют, что вы, чересчур, например, доступны, скажем так. Но это вот хорошего, хорошего в этом точно ничего для вас не будет. Поэтому на эту тему тоже постарайтесь подумать, об этом тоже постарайтесь проявлять. И уже, исходя из этого, вы можете, в принципе, делать выводы и устраивать свою линию победителя. Как мы уже поняли, формально это можно разделить на нежные и на прямые варианты. И вот какой вам больше подходит, какой нужно использовать. То есть сложность не в том, какой, как сказать. Сложность в том, какой способ подойдет мужчине и вам. Чтобы вам обоим было комфортно. Вот. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вас. Всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.